сегодня мы с вами будем говорить об инструментах быстрой коррекции у которых присутствует название слова быстрый значит это у нас будет инструмент быстрое выделение инструмент волшебная палочка тоже отнесем быстрому потому что очень быстро выделяет и у нас есть еще быстрая маска вот давайте об этих инструментах сегодня и поговорим начнем с волшебной палочки вот мы делаем сейчас я делаю активный волшебная палочка или горячая клавиша w какие у нее параметры давайте наверх посмотрим значит у нее как обычно о как у всех инструментов выделения у многих инструментов выделения значит нас есть четыре кнопочки значит первая кнопочка это у нас создаст выделение если мы при активной этой кнопочки щелкнем еще раз по изображению то у нас первое выделение исчезнет и появится другое выделение вы уже помните наверно дал это вторая кнопочка позволяет нам создавать значит щелкать несколько раз и у нас выделения будет суммироваться полученную такой ночь выделение третья кнопочка у нас наоборот позволяет значит от отделение какие-то кусочки отрезать ну и четвертая кнопочка это у нас значит если мы щёлкнем это будет нас выделять выделила та часть которая будет на пересечении двух выделений вот значит четыре кнопочки дальше у нас идет волшебной палочки значит допуск очень важный параметр но мы поговорим о нем с вами на конкретном примере чтобы на практике так скажем значит галочку сглаживания ставим обязательно это помогает нам просто-напросто выделение чтобы нас было более сглаженным галочка смежные пиксели мы также посмотрим с вами на практическом примере поймем лишь как эту галочку ставить или не ставить ну и образец всех слоев я думаю это понятно все если у вас один слой не имеет смысла ставить если будет два и больше то конечно имеет смысл поставить галочку образец всех слоев давайте поработаем вот этой значит волшебной палочкой сейчас установлены у меня параметры по умолчанию то есть допуск 32 и вот эти галочки стоят смежные пикселы и сглаживания как ей работать вот я хочу выделить не банок нами на этой картинке я просто беру и щелкаю один раз левой клавиши мыши в любом месте участке неба вот у меня кусочек неба выделился немножко опуская дальше значит перевожу курсор мыши щелку еще раз но виде что у меня произошло первое значит выделение исчезла почему потому что я забыл перевести клавишу эту кнопочку на авто сделать активный вторую слева то есть для того чтобы мы создали суммированные так скажем выделение вот я сейчас сделаю активным и начинаю щелкать теперь чуть-чуть в левый нижний угол и вот здесь вот вправо и теперь угол так все у нас выделение создано за исключением только вот если внимательно посмотреть у нас здесь окошечко есть в крепости поломаны сейчас здесь щелкнем и все ну и вот здесь можно более точно на границе неба и гор можно более точно здесь так вот щелкнуть и вот таким образом мы с вами щелчками выделили небо вот control 0 сейчас я нажимаю изображение развернулся весь экран и мы видим что у нас небо выделилось это мы с вами работали при значит проставленной галочки смежные пиксели сейчас давайте с ними мы посмотрим что у нас получится в палитре история перейду на состояние открыть то есть на самое начало возьму допуск увеличу там примерно до 90 100 и сниму галочку смежные пикселы и опять начинаю выделять небо и смотрите что будет происходить с нашим изображением модель верхнем левом углу щелкаю выделить практически уже все небо еще раз другом месте не выделенном участке неба щелкаю и посмотрите что у нас произошло да ведь то есть у нас вместе с небом выделились и другие участки которые попали вот в это выделение которые не должны поэтому если вам нужно выделить вот такие определенные участки то мы должны с вами обязательно работать при проставленной галочки смежные пиксели хорошо олег и вот такой вопрос вот прошлый раз как раз запись остановилась на том когда мы выделяли небо и вот часть выделения зашла на кактус и вы мне объясняли как но чтобы вот это все выделение не снимать как убрать кактуса ну давайте посмотрим как убрать кактуса давайте сейчас еще еще раз быстренько выделю небо это ну вот прекрасно ведь у нас как раз щелкнул я и получилось здесь у нас выделение попала на горы видно вам да 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 давайте немножко масштаб увеличим и вот как раз этого уже не было ну хорошо значит нам нужно сейчас он у нас попала в выделение в область выделения попали участки гор которые нам не нужны поэтому мы с вами делаем активной кнопочку вычесть из выделения третью и попробуем давайте что-то можно сделать вот так я щелкнул а вот видите и у нас выделение ушло и вот здесь тоже можно щелкнуть вообще уделение у нас исчезла то есть почему сейчас у нас выделение ушло потому что у нас стоит очень большой допуск я же сейчас вам просто пример показывал 99 давайте стандартный поставим уже известным вам способом правой кнопкой мыши в левом верхнем углу щелкаем появляется такое окошечко восстановить инструмент и появляется допуск 32 и даже можно немножко еще уменьшить и сделаем активной третью кнопочку и у здесь щелкнем видите и у нас выровнялась сделаем активно вторую кнопочку добавления вот здесь можно раз и добавить и там а вообще конечно вы должны знать что очень удобно работать когда у вас какой-то инструмент выделения значит есть две клавиши которые помогают очень быстро очень быстро переключаться между этими кнопочками у чего добавление и вычитание то есть каждый раз чтоб на панели инструментов вот этого волшебной палочки наверх не щелкать там не не заходить мы просто-напросто вот при активном инструменте выделения если сейчас я нажму кнопку alt вот посмотрите видите возле волшебной палочки появляется знак минус да вот я я удерживаю просто-напросто сейчас клавишу alt и вот здесь щелкаю у меня выделение здесь исчезло понятно а если я хочу добавить выделение наоборот я просто нажимаю клавишу shift на shift и добавляю у меня добавил здесь выделение они от таких до удобные клавиши просто два пальчика у вас на клавиатуре вы быстро быстро все это делаете так но принципе по волшебной палочки все здесь такого ничего как говорится сложного то здесь и нет очень простой инструмент который вот в таких несложных случаях когда более-менее однородный тон можно легко выделить как данном случае небо очень легко выделить давайте второй инструмент посмотрим они находятся нас под одной кнопочкой это быстрое выделение ну как он работает давайте параметры его посмотрим но опять у нас плюсик и минус видите да все то же самое что и у того инструмента чуть-чуть обозначение другое но опять если вы будете использовать alt минус shift плюс это будет то же самое что вы будете нажимать на эти кнопочки образец всех слоев опять у нас галочка понятно если два и более слоя и можно проставить даже не можно желательно проставить галочку усилить автоматически она помогает просто-напросто и все вот мы галочку это проставим и как работает этот инструмент я хочу выделить небо вот я щелкаю верхнем левом углу левой клавиши мыши удерживаю эту клавишу и веду вниз и и вправо и вот за вот этой кистью за этим кружочком у нас идет выделение я могу отпустить сейчас я отпустил и вот сюда навожу вот примерно по центру верху щелкнул опять удерживаю и дальше виду и вот ведь у нас этот инструмент выделил вообще буквально в два клика мыши я выделил все что здесь возможно вот так этот инструмент работает здесь единство что можно еще делать уменьшать или увеличивать диаметр кисти квадратными скобками то есть когда мы нам надо выделить небольшие участки или наоборот убрать из выделения небольшие участки надо обязательно диаметр кисти уменьшать и он тогда будет работает более точнее понятно вот такой у нас значит инструмент быстрое выделение ну давайте практический пример рассмотрим и как раз еще некоторые моменты я вам покажу откроем значит вот такой файл я заготовил в небо сейчас мы его ставим вместо того неба который мы выделили на предыдущем снимке ну как это как мне бы это выделить control а мы сейчас выделили полностью весь документ и control c мы скопировали это выделение буфер обмена теперь я перехожу на вот этот вот снимок наш первоначальный захожу в редактирование и у нас здесь есть такой пункт специальная вставка называется вот давайте рассмотрим а какие здесь варианты и специальная ставка значит если мы нажмем вставить вместо то у нас сейчас небо полностью закроет все изображение вот сейчас выбираем вставить место видите все закрыла нам это не подходит я просто вас ознакомлю чтобы вы знали какие там камера есть так в истории значит вернемся на шаг назад так еще раз заходим в редактирование специальная ставка теперь давайте выберем пункт вставить за пределами и сейчас наше небо вставится не в выделение небо которому создать а за его пределами то есть она сейчас ставится у нас вот на эту башню и землю вот я нажимаю вставить за пределами и видите у нас на совсем другом месте так control z отмену нажмем и еще раз теперь уже наш пункт который нам надо теперь я выбираю ставить в ставить в вот это наш пункт это значит что у неба который мы скопировали сейчас вставится в выделение которое мы создали внутрь этого выделения вот я нажимаю вставить в и мы получили вот такое небо кола до интересный эффект получается здесь что еще вот смотрите сейчас я сделал инструмент активным инструмент перемещение сделаю и теперь я щелкаю левый клавиша мыши на не в любом участке неба и удерживаю левую клавишу мыши и передвигаю видите если мне не нравится как я могу подобрать более удачный вариант вот так допустим мне вот так больше облака нравится поэтому я вот так оставляю так вот так что мы получили теперь давайте сделаю так что как раз были видны недостатки вот так вот хорошо значит мы с вами расставим рассмотрели специальную вставку теперь что ты сейчас увеличить масштаб изображения кстати быстрый способ увеличения масштаба каким вы пользуетесь увеличением чтобы увеличить масштаб фотографии вы что делаете моя я вообще-то не увеличивала еще мне как-то это не приходилось да вы что это обязательно нужно делать допустим даже и не знала что так можно я на на маленьком на этом все и делала да не не вы что ни в коем случае масштаб изображения это постоянная функция которая надо смотреть что у вас получилось но можно увеличить вот есть у нас есть палитра навигатор вот я сейчас сделала активный но вы должны знать что все палитры наверное вы знаете заходим в окно да и начиная от 3d заканчаем цвет это все палитры мы можем сделать любую активные вот навигатор палитра я просто беру вот ползунок есть влево уменьшаем вправо увеличиваем вот я увеличиваю вот уменьшаю вот там у нас есть способ ну и не очень удобный с моей точки зрения я обычно делаю так если вам будет удобно вы тоже можете применить я держу удерживаю пробел и control одновременно control пробел удержу и нажал control вот у меня курсор мыши превратился вот в такой лупу с плюсиком видите вот теперь я просто-напросто беру щелкаю и веду вправо изображение увеличивается в виду влево оно уменьшается очень удобный способ моментально можно выбрать совершенно любой масс на масштаб который вам нужен вот я приближаю уменьшаю как хочу так влево уменьшается у меня вправо увеличить и теперь когда вы уже когда уже масштаб увеличили вы теперь как нам перейти вот от этих вот это участка лева допустим участка гором я хочу в правую часть фотографии перейти для этого тоже очень удобная клавиша большая клавиша наша пробел вот и нажимаю пробел появляется вот такая рука я беру щелку левую клавишу мыши удерживаю и просто перетаскиваю часто куда меня вот я хотел попасть на правую часть фотографии видите я попал так масштаб мы с вами увеличили посмотрели два способа как его можно с вами вернее как можно увеличить масштаб фотографии так теперь вот смотрите когда мы с вами выбрали в меню редактирования специальная ставка и вставить в вот сейчас на палитру слои посмотрите очень удобно эта функция почему еще она нам одновременно в палитре слои создает второй слой второй слой и создает маску слоя что нам сейчас маска слоя нам сейчас и потребуется вот маску слоя для чего нам сейчас маска слоя если сейчас присмотреться по контур гор можно легко заметить что у нас появилась такая белая кайма видите да это у нас значит остались пикселы от от старого слоя они у нас мы не совсем точно выделили поэтому они остались от старого а старого неба так скажем надо надо их убрать каким образом значит мы делаем активным инструмент кисть вот нас инструмент кисть активной английской клавиши b и цвет переднего значит плана в данном случае значит от белый час белый нам нужен жесткость я ставлю примерно где-то 30-40 процентов и смотрите теперь я беру это так кисточкой вот эту белую кайму провожу и убираю и она исчезает вот видите вот так аккуратненько провожу и и такая мы как будто и не было видите мы вставили создалась маской и используя маску мы с вами доработали как раз нашу картинку вот правую часть я привел в порядок теперь почему жесткость 30 40 50 можно процентов выбрать если я выбор выберу сейчас жесткость на 0 процентов и начну проводить вдоль границы неба и гора сейчас не видно у нас сейчас я попробую вернуть так я провожу здесь данном случае не видно не очень видно но смысл в том что вот так вот у нас воздействие кисти так как у нас мягкая 0 процентов у него жесткость он воздействие кисти будет распространяться вот так вот на горы будет небо будет заходить на горы просто в данном случае небо попадает это случай просто не очень показательным просто вы должны знать что примерно значит жесткость кисти мы где-то 30 40 50 процентов ставим и обрабатываем так control 0 вот принципе мы с вами поменяли небо на этой фотографии было была у такая фотография и стала более симпатичная так скажем правильно да так ну теперь нам осталось быстрая маска давайте поговорим о быстрой маски ну так возьмем следующее изображение вот это мы возьмем самолет мы с вами тоже тут быстрая маска выделим и потом интересный прием вам покажу фотомонтажа и хорошо быстрая маска быстрая маска можно вызвать ее двумя путями или нажать вот по этой самой нижней кнопочки или нажать английскую клавишу по ну давайте нажмем просто на эту кнопочку обязательно должен быть активным инструмент кисть обязательно то есть мы работаем кистью масштаб увеличиваем control пробел чуть чуть вправо и теперь я начинаю кистью закрашивать самолет для начала сделаю жесткость на сто процентов и закрашу внутри пока не приближаясь к краям вот так просто быстро прохожу по всему самолетику не приближаясь краям потому что на краях мы будем с вами жесткость делать как и на предыдущем снимке примерно 30 40 процентов так мы сейчас так вот смотрите сразу как раз хорошо что у меня получилось видите красный цвет у меня попал на фон нам надо чтобы мы красным цветом был только самолет поэтому чтобы если вы аж где-то ошиблись и у вас красный цвет попал на фон вы просто-напросто меняете цвет переднего и заднего плана местами сейчас посмотреть здесь у нас сейчас черный цвет стоит черный цвет нам нужно чтобы убрать этот красный цвет который попал на фон она сделать белый цвет поэтому я нажимаю английскую клавишу x они поменялись местами они теперь я спуток раз убрал и все еще раз x нажимаю и опять работаю черным цветом я постараюсь побыстрее чтобы принципе вы поняли как работать этим а уже работать вы сами будете как говорится более аккуратно главное понять как работает инструмент теперь у меня все выходные будут этому посвящены чтобы на практике все это дело потому что так то вот я вас слушаю все понятно все хорошо попробую сделать в каком-то месте загвоздка вышла это вот анимации текста и его дальше у меня я уже не помню что вас хотел спросить это я еще попробую потом можно я вам напишу когда можно конечно запись я же вам высылаю вы можете посмотреть запись там может быть вы найдете свой ответ да я смотрела но вот что-то там такое у меня получилось на практике то не все так легко и просто на практике всегда сложнее но чем больше практикуешься тем больше возникает вопросов но в то же время и больше проясняется да становится больше все понятно не там со слоями не совсем было понятно но сейчас я не смогу сформулировать я вот запись смотрела у вас получается вы составляете новый документ и пишите текст у вас по-моему там только один слой а у меня что-то там очень много своих получает нет когда вы включаете инструмент текст и начинает что-то писать всегда текст пишется на отдельном слое на отдельном текстовом слое всегда потому что у нас имеет векторные значит свойства его что потом так дальнейшем обрабатывать его растрировать переводит в изображение в обычное изображение поэтому всегда на отдельном тексте так ну вот так я немножко выделил сейчас я жесткость кисти поменяю немножко поставлю примерно 30-40 процентов и не очень аккуратно будет работа работать по контуру пройдусь вот так вот пусть там наш главный принцип вы должны понять увеличить масштаб выбрать значит инструмент кисть перейти в режим быстро маски и обвести объект который мы хотим выделить то есть я сейчас обвожу значит красным цветом и когда перейду в обычный режим стандартный режим вот этот самолетик у меня выделиться то есть у меня сейчас настройки маски стоят так то что то что я зарисовываю красным цветом это будет выделено ну я вам чуть позже настройки маски покажу хорошо там есть такой вариант что то что зарисовано красным цветом то наоборот не будет выделено вы можно да вы можете выбрать любой вариант как утром вам удобней и пользоваться абсолютно как он как говорится хочется мне допустим удобнее когда я выделили красным цветом зарисовываю и вот эти участки у нас выделяется мне так удобно ну я не аккуратно что побыстрее ничего не задерживать ваше внимание кстати вот такой интересный прием есть смотрите когда у нас есть более-менее такие прямые линии как вот здесь а вот я хочу закрасить сейчас вот начиная вот отсюда и заканчивая вот примерно вот здесь вот вот эта линия у нас в линия более-менее прямая вот такой интересный прием есть я у час щелкаю вот в этом месте в начале от этой линии прямой вот я щелкнул отпустил левую клавишу мыши теперь удерживаю shift и перевожу вот сюда вот налево где у нас заканчивается прямой участок и опять один раз щелкаю левой клавишей мыши и видеть у нас моментально зарисовалась вот такие прямые участки очень удобно так быстро можно выделять щелкнули отпустили shift удерживаем один раз щелкнули и все получили прямую такую прямую и зависимости от диаметра кисти она у нас соответственно такая получилась так я посмотрел ваши фотографии вот петербург псков такие яркие красочные фотографии просто чудо четкие такие линии но вот прямо ну я не знаю мне очень понравилось ну вы еще учитывайте то что эти фотографии мне пришлось значительно уменьшить и они допустим я их на них смотрю на сайте мне честно говоря так за них даже стыд на самом деле на самом деле когда если открыть конечно полов как она сфотографирована полностью четко тогда уже действительно красиво получается а а вы каким-то у меня непрофессиональный фотоаппарат у меня даже не зеркальный фотоаппарат но он не дешевый не серии дешевых panasonic lumix f-100 у меня называется он принципе очень позволяет такие делать фотографии вот действительно яркие красочные живые вот так мне понравилось очень понравилось ну так достаточно там не аккуратно ничего так теперь control 0 нажал я вот у нас чтобы просто время не задерживать видите там участке осталось не доработал ничего теперь смотрите я теперь выхожу из режима быстрой маски нажимаю клавишу q английская или щелкаю вот по этой опять давайте щелкну по этой нижней кнопочки вот я щелкнул и мы загрузили выделение так внутри вот здесь я забыл закрасить давайте все-таки закрасим внутри еще раз перейду в режим быстро маски и вот здесь вот кисточкой чтобы внутри не было выделения так закрасим так у нажал все вот мы выделили самолет теперь давайте как раз посмотрим параметр без быстрой маски чтобы их вызвать мы должны два раза щелкнуть вот по этой кнопочки два раза левые мыши вот я по ней щелкаю появляется вот такое окошечко параметр быстрой маски и вот я о чем вам говорил у меня стоит настройка показывать цветом выделенные области я закрасил самолет нажал q и у меня самолет выделился а а если мы сделаем активным радио кнопку маскированные области то я закрашу самолет нажму q английская и у меня выделиться небо они самолет то есть наоборот да и теперь мы можно бывает такой случай допустим мы закрашиваем красный предмет и у нас красным цветом заказа закрашиваем и просто не видим что закрашиваем что закрасили что для этого у нас есть вот это вот такой красный квадратик сейчас я по нему щелкну появляется окошечко выберите цвет быстрой маски ну допустим синее вот такой выберу окей и нажму еще раз теперь окей эти видите у меня стал самолет синего цвета угу то есть если сейчас вот выйти из режима и где-то там рисовать вот ведь я рисую сейчас синим цветом угу угу так значит мы с вами выделили самолет как работать быстро маски я думаю вы поняли да да то есть делаем активно эту кнопочку при необходимости меняем цвет маски два раза щелкаем по иконочке и обводим то значит те участки которые мы хотим выделить на границах опять стараемся жесткость примерно 30 40 50 процентов ставить так выделили теперь мы с вами создадим маленький фотомонтаж сейчас я скопирую этот самолет и перенесу на другую фотографию нажимая сочетание клавиш control c c английская и опять давайте перейдем уже знакомое нам небо здесь я выделение сниму control d нам не нужно и теперь я просто вставлю самолет вот на этот на это небо control v в английская вот он у нас появился здорово да вот так это мы с вами очень неаккуратно его выделили как говорится но то что получилось ничего все хорошо так и теперь смотрите у нас вот такой можно здесь сделать маленький фотомонтаж я хочу сделать так как будто у нас самолет набирает высоту немножко поэтому я сейчас нажму сочетание клавиш control t это свободное трансформирование то что я называю сочетание клавиш это все у нас английские буквы я понимаю теперь я хочу повернуть самолет так чтобы у него нос был немножко задран вверх я вот вывожу курсор мыши за рамку трансформации и посмотрите вам видно сейчас стрелочка стала такая полукруглая и две стрелочки у нас в разные стороны видно вот сейчас я к этому маркеру подвел щелкнул щелку ли и левой клавиши мыши удерживаю ее и вот так вот разворачиваю самолетик поднимаю так его потом внутрь завожу появляется вместо курсора мыши такая черная стрелочка черный треугольничек щелка удерживаю левую клавиши мыши и перемещаю как хочу самолет по изображению ну вот так примерно его поставлю и применяю трансформирование нажимаю enter рамочка трансформации у нас исчезла так палитру слоем сейчас откроем она нам нужна нужна будет у нас сейчас палитре слои два слоя исходное небо и самолет на верхнем слое моего с вами скопировали естественно скопировался всегда на новый слой будет копироваться теперь я два раза левый клавиши мыши мыши щелкаю по верхнему слою слою один по слою самолетом появляется такое кошечка стиль слоя нас здесь будет интересовать нас по умолчанию сразу будет активно вкладочка параметры наложения по умолчанию то есть это у нас вот эта часть параметры наложения нас будет интересовать давайте посмотрим и даже будет интересовать всего лишь две вот эти градиентные полоски из всех настроек вот эти две полосочки данный слой и подлежащий слой что это за полоски значит данный слой это значит относится к верхнему к самолету а подлежащий слой это небо то есть как у нас палитре расположена сверху самолет наш этот данный слой внизу небо у нас самый нижний слой это будет подлежащий слой теперь как мы работаем я хочу сделать так чтобы просто напросто облака которые находятся внизу немножко закрыли наш самолет и было такое впечатление что он летит сквозь облака как это сделать я вот беру сейчас щелкаю вот поэтому белому ползунку буду передвигать его влево буду передвигать его влево и потом покажу как создать плавный переход но сейчас вы все увидите вот я щелкаю и передвигаю влево а вы смотрите сейчас вот на самолет что будет происходить самолет самолетом и небо сейчас не ну небо будет постепенно не небо вернее облака именно белые облака потому что мы двигаем белые блоков белый ползунок поэтому будут проявляться сейчас белые облака вот я передвигаю ползунок посмотрите облака у нас залазит на небо да ну пока пока некрасиво если посмотреть жесткие переходы видите некрасиво как-то все как кляксами как будто мы намазали с вами поэтому для для этой цели у нас существует раздвоение ползунка вот сейчас я удерживаю клавишу alt и щелкну по ползунку он нас раздвоится вот и alt удерживаю щелкаю он раздваивается и левую половинку я передвигаю еще дальше и смотрите небо у нас становится мягким более мягким да то есть переходы мы с вами за счет раздвоения ползунка создали такие красивые переходы и теперь вот этим и правой и левой частью я в регулирую и подбираю такой то что мне понравится из получаю эффект того что у нас самолет летит сквозь облака поднимается как бы сквозь облака поднимается выше над облаками ну вот так я допустим меня устраивает нажимаю ok теперь можно выбрать он потом там соединиться его не надо нет нет вот давайте еще раз я сейчас два раза левой клавишей мыши щелкаю по верхнему слою у нас так и остается вот видите он не меняется сейчас мы его так сделали настройки так и остаются у нас я ничего делать надо просто мы соглашаемся нажимаем ok и все и с помощью инструмента перемещения можно теперь даже самолет расположить более удачно как как мы хотим допустим вот так вот так ну как хотим вот так пример я хочу вот и все вот такой маленький фотомонтаж реалистичный мы с вами быстренько создали несколько фотошоп очень интересная программа чем больше изучаешься этим интереснее она становится очень сильно захватывает ну все надежда то что я хотел вам сегодня сказать я уже сказал какие-то вопросы у вас возникли особо новая тема особо не очень наверное понятными может быть да где-то местами нет 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 вот наоборот нет вот когда пусть она все хорошо было когда начинаешь делать там что-то забудешь клавишу нажать или еще что-то такое не получается поэтому пересматриваешь несколько раз чтобы что-то получилось нет пока вы пока вот сегодня мне все понятно было если что-то будет тема тогда можно напишу ладно пожалуйста напишите можно будет ответить хорошо вообще надежда самый лучший принцип если вы найдете решение сами вот если вы что-то у вас не получается вы запись пересмотрите что-то почитаете будете мучиться мучиться если у вас получится все вы во первых этот прием запомните уже на сто процентов и всегда будет знать как им пользоваться и самое главное получить такое удовлетворение от своей работы но бывает что времени хватает а хочется сделать ах так а что-то не получается скорая помощь нужна скорая помощь хорошо вам тоже спасибо надежда интересно было очень здорово я очень рада что я попала к вам на консультацию утром не открыли новый мир честный фонд спасибо вам тоже спасибо за терпение всего доброго до свидания надежда